Невесте 12 лет, маме 24 года, бабушке 36, цыганские девочки быстро становятся молодыми мамами как-то не привык я в жизни чему-то уже удивляться, но тут, даже не то чтобы удивился, но поразила меня точность и периодичность, с которой выходят замуж цыганские девочки. Между поколением разница в 12 лет. Семья по цыганским меркам считается довольно успешной. Ни одна из них, не прервала свою цепочку замужества, которая по всей видимости передавалась из поколения в поколение. Этот обычай у нас в России не приветствуется, и мы вообще плохо переносим информацию подобного рода. Но у них это за правило. Тут уж мало что можно сделать. Но никто из нас с вами, явно бы не захотел чтобы его ребенок в 12 лет выскочила за кого-нибудь точка-точка-точка очень уж рано. Цыганские девочки действительно становятся молодыми мамами. И данная семья, о которой идет речь, стала довольно известной и популярной в сети. Многие обсуждают, и все естественно с разных сторон. Но известность не прибавила им ни денег, ни счастья. Почему? Черт его знает. Но лично я слышал, что они не очень-то и любят работать, так сказать заниматься физическим трудом. Хотя конечно же, люди все разные. Но обычно, цыганские семьи избиваются в табор, и им так жить приятней, комфортней, и более привычней. Ну а что, народ кочующий, поэтому им нужно тоже как-то приспосабливаться к разным жизненным обстоятельствам. И вместе, когда не одна семья, а сразу несколько, трудности преодолеваются гораздо легче. Для меня главное, разобраться, почему они так делают, что их на это побудило. Рождение детей, они явно не боятся. В их идеологию не входят. Сначала встанем на ноги, потом только дети. Но, нужно четко разделять, ведь есть цыгане, которые ассимилировались, и живут как европейцы. А есть те, которые живут в таборе, и это их выбор. Если же брать эту семью, то у них, это не единственная тройная линия. У бабушки уже семь детей, и восемь внуков. А ведь ей всего 36 лет. Легко ли быть молодой бабушкой? Вы бы так смогли? Но все сложности то они как раз переживают вместе. А вы знали и к примеру, что цыгане своих не бросают. Когда я пишу свои, это значит свои стабора. Они могут быть некровные родственники, но так или иначе, они связаны между собой. И детей никому своих не доверяют, и государству в том числе. В общем, жизнь у них своя, своеобразная. Не сказать, что она тяжелая, но и легкая, сказать не получится. У них есть свои принципы и свои устои. Одна из древнейших наций в мире. И поэтому я настроился про них написать, и про эту интересную семью. Она действительно очень забавная. Равно, молодая бабушка, и молодая мама, это хорошо. Но внучке бы подрасти, и вот тогда можно отдавать замуж. К чему так торопиться? Если вы знаете еще какие-то интересные подробности, то милости прошу делиться. Можете даже задавать вопросы. Так что все идем ниже, в комментарии. Также делитесь своими впечатлениями от того, что просто думаете. И обычно я не напоминаю моим читателям и подписчикам ставить лайк. Так как они и так довольно умны, и ставят палец вверх всегда. Спасибо. Также советую всем подписаться на канал. Кстати, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok